Можно исключение на самом деле и даже не пустить наружу, то есть менеджер контекста может решить, что он исключение перехватывает и останавливает. Давайте наш класс немножко модифицируем, добавим в него переменную stopException, которая будет принимать значение true или false, true, если мы хотим останавливать все исключения, false, если мы не хотим останавливать все исключения. Но мы ее в нити просто запомним, сохраним в какой-то атрибут. И теперь все, что нужно делать для того, чтобы исключение остановить, нужно просто вернуть true из нашей функции exit. Терпелитатор Python запускает функцию exit, ждет, пока она что-нибудь сделает и смотрит на возвращаемое значение. Если возвращаемое значение true, то исключение нужно остановить. Если возвращаемое значение что-то кроме true, то исключение продолжит подъем дальше. Ну и вот если туда передать false, ничего не поменяется. Раньше возвращали none, ну ничего не возвращали, соответственно возвращали none. Теперь мы возвращаем false, исключение все равно продолжает идти дальше. Если же написать туда true, ну в функцию exit мы все равно попадем. В функцию exit все равно получит информацию про исключение, что-то не может сделать, но исключение дальше не пойдет, потому что мы сказали это не делать. Если в такой вот менеджер контекста исключение не кидать, то есть происходит код, в котором нет исключения, то все вот эти вот переменные в них попадают просто нам. Вместо типа переменной, вместо значения, вместо трейдбека попадают нам. Ну таким образом мы можем определять, что исключение не произошло. Ну для обычного исключения реального никогда тип его не будет нам, поэтому здесь никаких конфликтов не может быть. То есть отличить, успешно ли отработал данный контекст, нужно только с помощью проверки этого exception type. Является он none или не является. Так, смотрите, сейчас я хочу показать, написать менеджер контекста на примере временного файла. Давайте, если что-то вот по синтаксу непонятно, вернемся еще раз. Собственно, временный файл, что он должен делать? Я хочу создать такой контекст, который будет мне создавать файл на жестком диске. Этот файл можно будет писать, из него можно будет читать, но существовать он будет только внутри данного контекста. То есть чтобы можно было как-то работать с жестким диском, его не сильно захламлять, если нужны только временные файлы. Ну вот вообще есть стандартный модуль temp-файл, который позволяет это делать, и он как раз тоже в менеджере контекста в том числе использует. Но мы с вами сейчас напишем самостоятельно это. Использовать его предполагается примерно вот так. Вы передаете, создаете в менеджере контекстов экземпляр этого класса, говорите, в какой директории вы хотите временный файл создать, ну а он вам возвращает путь к этому файлу. Вы с ним что-то можете делать, писать, читать. Но при выходе из контекста гарантируется, что файл уже существовать не будет. Даже если вы его сами не удаляли. Ну а при входе гарантируется, что он существует. Если вы в середине его не удалите, то все нормально будет. Ну вот так вот выглядит код, который это делает. Я здесь использовал некоторую пункцию generateName, чтобы не слишком усложнять код. Будем считать, что у нас просто есть какая-то функция, которая генерирует случайное не знание-то имя, в которой можно файл сохранить. Дальше там есть вот такая вот строчка, win-open, и сразу pass. Я открываю файл для чтения и ничего не делаю в контексте. Это я делаю для того, чтобы создать пустой файл. Вот такой немножко трюк. Было бы, конечно, здорово, если бы вместо этого была прям конкретная функция, но что-то делать, что-то так делать. Функция os-path-join, функция стандартной библиотеки, она позволяет из частей пути на диске составлять целый путь. Вы передаете отдельную папку, отдельное имя файла, и он составляет корректный путь в вашей операционной системе. Ну вот, как-то так это выглядит. Давайте, надо ли пройтись по всему коду и как-то пояснить или все, разобрались. Что такое вот это x type? Вот эти вот, что такое вот эти вот аргументы, да? Давайте сейчас вернусь на несколько слайдов. Это функция exit, она всегда принимает вот эти четыре фиксированных аргумента. Ну, объект, экземпляр класса, естественно, как обычно, тип исключения, которое произошло в контексте, значение это исключение, и дополнительная информация о вызовах функции в этом контексте. Когда мы пишем менеджер контекстов, мы всегда должны именно такие аргументы указывать, потому что интерпретатор именно их и передаст в наш контекст. Если исключение не произошло, он передаст туда нам, нам, нам. А если исключение произошло, то он передаст какие-то осмысленные значения. Вот, например, как здесь. Вот runtime error и текст. Ну, и в примере с файлом тоже точно так же мы написали эти аргументы в соответствии с тем, как они требуются по интерфейсу этой функции. Но мы их совершенно не используем, потому что вне зависимости от того, произошло исключение или нет, мы просто файл удаляем и все. Обратите внимание, мы не пытаемся контролировать, кто-нибудь закрыл, закрыли ли все, кто использует этот файл, закрыли ли они его. Если кто-то его читал или кто-то не выписал, он мог остаться открытым, а мы его все равно удаляем. Ну, дело в том, что когда кто-то пытается его открывать для чтения или записи, то хорошо бы для этого опять же использовать контексты, как в этом примере, опять с помощью with внутри with. Мы с помощью первого создали файл, а с помощью дальнейших мы открываем и закрываем их. И если внутри них происходит исключение, они автоматически закрываются. То есть в момент, когда мы находимся внутри этого контекста, файл, возможно, открыт, но если мы из него вышли, значит из всех внутренних контекстов мы тоже вышли уже. Файлы все закрыты, и нам не нужно дополнительно их закрывать. Все, что нужно сделать, просто файл удалить. Давайте еще раз обращу ваше внимание, что функции init и функция enter, они здесь важны, что они разные. Функция init вызывается, когда мы пишем вот эту вот запись, вот отображение исполняется, tmpfile, и в круглую скобку в путь. И в этот момент создается просто экземпляр этого менеджера контекста. Индепретатор еще ничего не знает про контекст, и дальше он вызывает функцию enter, чтобы что-то сохранить в эту переменную и войти в контекст. В функции init мы просто напоминаем папку, в функции enter мы уже создаем файл и сохраняем, создаем файл и, потому что все с ним делаем, запоминаем, где он находится, возвращаем его путь. Так, ну что, разобрались, двигаемся дальше. Дальше. Сегодня в семинаре будет задача, две задачи даже на менеджер контекста. Можете это попробовать, если что-то поймите, что не понимаете, тогда обсудим. Хорошо. Дальше тема идет более сложная, вот операторы доступа к атрибутам. О чем вообще речь? В питании есть такой оператор точка, которую вы пишете, когда вы хотите у какого-то объекта обратиться к атрибуту, или хотите его, допустим, прочитать, или хотите его изменить. Пишите а.x, куда-нибудь это сохраняете, или пишите а.y равно какое-нибудь выражение, чтобы менить атрибут или создать его. Вот этот оператор точка называется оператором доступа к атрибутам, и его в питоне можно переопределять. Мы сегодня этим будем заниматься. Так как оператор непростой, то и переопределение будет не очень просто устроено. Давайте сначала поймем, зачем вообще такое нам может понадобиться. Ну и вот понятно, что можно всякие разные необычные примеры придумать, когда вы пишете какой-то класс, который должен просто себя как-то необычно вести, чтобы у него атрибуты там притворялись не атрибутами, а не понятно чем. Но я просто привожу примеры использования таких, которые иногда бывают, всплывают в реальных задачах. Собственно, первый пример заключается в том, что, ну давайте я такое вступление небольшое сделаю, предположим, вы пишете какой-то класс и заранее не знаете, насколько этот класс в будущем разрастется, насколько много, как он будет вообще меняться, но в принципе предполагаете, что он будет много где использоваться в других частях программы, то есть как бы нужно его писать сразу, нацеливаясь на то, что много от него будет разных зависимостей, и в дальнейшем его интерфейс менять будет нехорошо. Если вы такой класс пишете, например, на языке C++, то хорошим тоном будет не делать в нем вообще ни одного открытого атрибута. Если нужно какую-то информацию выдавать наружу, то для всех этих открытых атрибутов нужно сделать так называемые геттеры, функции, которые эти атрибуты просто выдают наружу и все. То есть вызывайте функцию, чтобы прочитать просто значение атрибутов. И для изменения этих атрибутов то же самое. нужно делать функции, которые их могут изменять. Зачем это нужно? Ну, это нужно за тем, что если вы хотите, чтобы класс долго-долго не менял интерфейс, вам, соответственно, нельзя будет никакие атрибуты из него удалять, никакие атрибуты в него… Но добавлять можно, а вот удалять точно нельзя. Следовательно, если вы вдруг поймете, что вы какие-то атрибуты хранили неправильно, какие-то были там избыточными, например, или какие-то вы хотите поменять, вы это сделать уже не сможете. Ну, например, вы там храните класс прямоугольника. Ну, не прямоугольника, например, вы хотите хранить информацию про скорость, про скорость движения чего-нибудь, про расстояние, которое пройдено, и про время. Понятно, что из этих трех переменных вам нужно только две хранить, и третья вычисляется по первым двум. Но вот может так оказаться, что вы случайно не угадали с самого начала и выбрали те две величины, которые… ну, какие-то две величины, которые нужно хранить, а одна треть и сделали функцию. А потом в какой-то момент решили поменять. Вот убрать один из атрибутов, если он уже открыт, и кто-то им пользуется, так сделать не получится. Все зависимости сломаются. Вместо этого вы делаете для всех трех… Все как бы три атрибута, они притворяются функциями, какая-то из них внутри вычисляется, и пользователь даже не знает, какая из них вычисляется. Ну и таким образом вы проблемы избегаете. Это хороший тон. Но понятно, что сильно усложняет код, когда вы пишете какой-то небольшой класс, вы не знаете, насколько он разрастется, насколько он поменяется. Приходится все равно для него много разных функций определять, что-то с ними делать, все корректно обрабатывать. Ну вот Python вам предоставляет возможность этого не делать. Вы можете сразу писать атрибуты так, как вам удобно. Если вдруг в дальнейшем так окажется, что какие-то атрибуты нужно будет уничтожить, убрать, вместо этого вы можете просто переопределить оператор точкой, таким образом, чтобы эти атрибуты на самом деле не были атрибутами, но просто атрибутами притворялись. Вы можете, у вас всегда будет интерфейс для всех трех там вот этих вот значений, пользователь не будет знать, какой из них реально хранится, а какой просто вычисляется на лету, потому что оператор точкой вы переопределите так, как вам удобно. Ну понятно, что если вы заранее знаете, что какие-то вещи нужно вычислять на лету, то лучше сразу как-то с ними, лучше сразу это и продумать. Но вот наличие возможности переопределить оператор точкой позволяет вам в интерфейсе не так жестко заботиться. Ну и второй пример, вот, например, в библиотеке NumPy, такой пример часто встречается. Некоторые атрибуты вы хотите хранить, а некоторые хотите на лету вычислять, но при этом, чтобы они выглядели именно как другие атрибуты. У вас есть матрица n на m, вы хотите хранить сколько вне строк, сколько вне столбцов, и где-то в отдельной переменной сколько всего вне элементов. Можно, конечно, для этого сделать функцию, но можно, чтобы было удобно сделать атрибут. Но это спорный вопрос, насколько это удобно. То есть кто-то считает, что лучше, что пользуется, всегда знал, вычисляется атрибут или он хранится. Но в некоторых ситуациях разработчики могут решить, что более наглядно, когда простые вещи какие-то выглядят как атрибуты. В каждом проекте вы будете смотреть как лучше, но главное, что вы научитесь это делать, и такая возможность будет. Ну хорошо, давайте начнем атрибуты вот эти операторы переопределять. Как ни странно, оператор в 3, хотя на самом деле у нас только 2 варианта, но сейчас поймете, почему их 3. Первый из них отвечает за чтение. Вы пишите a.x. Если у a переопределен оператор 2 нижних подчеркиваний, то вот этот агитатор может сработать. Но сработает он не в любом случае, а только в том, если атрибута реального не существует. То есть у вас есть всегда атрибуты, которые реально существуют. А еще вы можете попытаться написать a.x, tx как-то еще не определен. Python в этом случае сначала попробует реальный атрибут найти, а если не найдет, то вызовет функцию агитатор. Ваша задача либо вернуть какое-то значение, которое предположительно в этом атрибуте лежит, либо сгенерировать исключение, соответствующее отсутствие этого атрибута. Вы можете создать какой-нибудь пустой класс и у него вызвать, попытаться обратиться к атрибуту, которого заведомо нет, и вы видите, что там как раз этот атрибут R генерируется. Вот и если вы переопределяете функцию доступа, вам точно так же нужно сообщать об ошибке. При этом за счет того, что функция вызывается только для тех атрибутов, которые реально не существуют, она может внутри себя использовать вот эти самые атрибуты, которые существуют, в том числе и другие методы. Потому что методы, как мы помним, тоже являются атрибутами. Ну вот пример использования. Хочу создать класс, который про любой атрибут будет говорить, что он притворяется, что он есть и какое-то там значение возвращает. Ну и допустим, один какой-то реальный атрибут у него при этом будет присутствовать, в котором это значение будет храниться. Ну вот я просто пишу функцию agitaтор, чтобы она возвращала значение вот этого атрибута, сохраненного реально. К нему прибавлял он, например, единичку. И мы видим, что если у этого класса создать объект и какую-нибудь переберду писать после точки, всегда у нас будет возвращаться двойка. То есть с точки зрения пользователя будет казаться, что у этого класса есть всевозможные атрибуты, какие только можно придумать. Единственное включение атрибут х, у которого значение будет не 2, а 1, и оно будет 1 ровно потому, что функция agitaтор в этом случае не запускается. То есть Python, еще раз, Python пытается сначала в стандартном механизме найти атрибут реально существующий. Если он не найден, то вызывает эту функцию. Если вы хотите показать, что атрибута нет, ну, как я и говорил, нужно покинуть атрибут error. Например, в данном случае я хочу написать класс, у которого будет какой-то реальный один атрибут и какой-то новый, фиктивный, который будет через реальные вычисляться. Но при этом я не хочу, чтобы у него остальные атрибуты, которых на самом деле нет, они, казалось, что они есть, поэтому я проверяю имя атрибута. Вот, собственно, этот параметр name, он здесь используется. Имя теперь мне передается в виде строки. Ну и возвращаю какой-то результат выражения. Если имя не совпадает с необходимым, то генерирую атрибут error. Ну и вот так вот этот класс будет работать. Если я вызываю существующий атрибут, он его просто считывает. Если я вызываю несуществующий атрибут, который им нужен, он его вычисляет. А во всех остальных случаях получаем исключение, говорящие, что такого атрибута нет. Вытянем. Верну еще раз на класс, как он выглядит. Ну и вот что происходит. На самом деле, можно считать, что вот мы же наследуемся от класса object, и нам нужно как-то определить механизмы обращения к атрибутам. Можно считать, что всегда происходит следующее. Вы сначала пытаетесь обратиться к существующим атрибутам, потом вызываете функцию гетататор. Просто функция гетататора определена в классе object таким образом, что она всегда генерирует исключения. Она даже не пытается ничего сделать, просто генерирует исключения. А здесь мы от нее наследуемся от класса object и гетататор переопределяем таким образом, чтобы он вел себя так, как мы хотим. Если бы наследовались здесь не от object, а от чего-то еще, то разумно было бы вот здесь не исключение генерировать, а вызвать гетататор родителя с помощью функции super. Вдруг у родителей есть какие-то еще соображения по поводу обработки этих атрибутов. Ну и он, если нужно, уже генерирует исключения. В случае объекта гетататор родителя просто сразу генерирует исключения. Скажите, а у объекта класса на самом деле есть атрибут double или нет? То есть я могу, например, изменить атрибут double, а потом написать print, а double, то он не напишется с меня. Вот смотрите, реально его нет. Если вы попытаетесь его изменить, произойдет ошибку. А нет, не ошибка, точнее, он его создаст. Вот что будет, если вот здесь, вот с таким классом, давайте сейчас я напишу какой-нибудь пример. То есть мы сейчас с вами, мы знаем, что от объектов есть реальные атрибуты, и мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы снаружи эти атрибуты выглядели не так, как они реально выглядят. Реально у класса есть только атрибут base, экземпляра. Мы хотим сделать вид, что есть атрибут double. Вот если я пишу a.double, он мне печатает 2. А вот если я сделаю вот так, а потом еще раз попрошу напечатать a.double, он будет равен 1. Это связано с тем, что вот этот оператор и вот этот оператор это разные операторы. Мы как раз дальше будем вот этот оператор присвоения атрибутов разбирать. Они разные, и мы переопределили только вот этот, поэтому когда мы вызываем вот этот оператор, ну, в нашу функцию он не заходит, он даже понятия не имеет о том, что мы как-то его специальным образом обрабатываем, и просто создает новый реальный атрибут. То есть в конце будет единица, да? Да, и если еще раз вот здесь напечатать a.double, он уже создал новый реальный атрибут, а для существующих атрибутов наша функция не вызывается, ну и значение будет равно единице. А мы можем переопределить все операторы? Можем. Как раз сейчас через два слайда про это будет. Давайте сразу перейдем. Собственно, есть функция set-атор, который реагирует на присваивание атрибутов. Ну вот если вы хорошо умеете, например, C++ перегружать операторы, обратите внимание, что в питоне всегда есть разграничение в зависимости от знака равно. То есть вы всегда знаете, с какого стороны от знака равно вы стоите. Это действует и для функции getItem, setItem, когда вы с квадратной скобки переопределяете. У вас есть отдельно квадратные скобки слева, квадратные скобки справа. И то же самое для getItem, setItem. Это просто разные операторы. Их нужно по-разному независимо переопределять. Но это хорошо тем, что внутри них всегда понятнее, что происходит. Это только чтение или это изменение. Есть оператор-сетатор, который вызывается всегда, когда такая конструкция применяется. Обратите внимание, что в отличие от getItem, он вызывается всегда. Не пытается проверить, существует атрибут или нет. Связано это с тем, что здесь проверка существования атрибута совершенно бессмысленна, потому что вы его все равно пытаетесь перезаписать. А если его не существует, он должен создаться. Грубо говоря, есть реально там атрибут или нет, обычно никакой роли не играет. Все равно пытаетесь ему новое значение присвоить. Либо будет старый, либо будет уничтожен, либо создадите просто новый атрибут. А так как вы не можете, так как он вызывается в любом случае, значит вы изменяете атрибуты, и внутри него вы не можете с помощью оператора равно обычного, потому что тогда он обратится опять к себе, и это будет бесконечная рекурсия. Но можете изменять это с помощью функции сетатор родителя. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот я хочу написать такой класс, у которого есть некоторый атрибут x, а вот если вы пытаетесь какой-то другой атрибут создать или изменить, изменяется все равно x. Такой вот странный класс. Давайте еще прокомментирую, зачем вот здесь нужен супер. Что будет, если я здесь напишу просто self.x равно value. Вот вместо супер я пишу... А он опять себе учитывается? Да. Питон не понимает, не может отличать вызовы внутри класса от вызовов снаружи класса, вот этих функций и методов. Но это сделано для того, чтобы было проще разбираться, что происходит, если вызовы внутри и снаружи были бы обрабатывались по-разному, то гораздо сложнее все это работало бы. Поэтому вот такой вывод, он обрабатывает вызов. В смысле он обрабатывает совершенно обычным образом. А именно он смотрит определенную функцию сетатор. Если она определена, то надо ее вызвать. Если мы внутри сетатор напишем вот так, то просто получим бесконечную рекурсию. Функция сетатора будет себя бесконечно вызывать. Поэтому нам нужно вызвать сетатор у нашего предка, у класса родителей. В данном случае это класс object, и у него функция сетатор каким-то образом сохранит нужный атрибут просто как атрибут. Класс object это умеет делать, это сделано на счет того, что он играется в стройном, и там какие-то внутренние механизмы работают. Мы так делать не умеем, мы можем просто попросить у класса предка сетатор. Но если мы наследуемся от количества других сложных классов, то то же самое. Если мы не знаем, как присвоить атрибут, то надо попросить у предка это сделать. Он знает. Ну и вот как будет вести себя этот класс. То есть мы можем менять любой атрибут, а меняться будет всегда x. Более того, y, несмотря на то, что мы написали вот здесь вот, а точка y равно 2, несмотря на это все равно у нас он не существует. Запись выглядит противоестественно, конечно, но с точки зрения бетона почему бы и нет. То есть вот еще раз возвращаясь к этому слайду, у нас в классе все равно есть один реально существующий атрибут x. и мы все равно его, ну к нему вот можем так обратиться. Но при этом мы имитируем, как будто бы мы при записи других атрибутов имитируем какое-то другое поведение. Попробуем теперь изменить его и перенаправить. Я вот, кстати, только что понял, что вот здесь вот, что здесь происходит. Вот здесь на самом деле, если бы я написал здесь, в точке y равно 1, то все равно бы у меня создался атрибут x равный 1, ну потому что внутри конструктора ничего особенного, ничего специфического как бы у нас нет. Точно так же он передает управление в сетатор, сетатор создает атрибут x со значением value. То есть вот эта строчка, она не создает реального атрибута, она вызывает вот эту строчку, которая уже реальный атрибут создает. Внутри класса мы точно так же подвержены всем переопределением оператора точка, как и снаружи. Ну и это вот собственно и делает вот эти операторы, оператор точка таким запутанным и сложным, потому что все остальные операторы, когда мы им пользуемся, мы можем хотя бы гарантировать, что можем хотя бы пользоваться внутренними атрибутами, методами, методы другие можем вызывать. А вот когда мы точку переопределяем, у нас внутри класса тоже все перемешивается, все вызовы внутри класса тоже начинают перенаправляться в какие-то другие места. Так что здесь нужно всегда аккуратно на это смотреть. Так, ну что, как гетатор-сетатор? Понятно, как работают? Вот есть еще один оператор get-attribute, который из названия совершенно непонятно, что он должен делать, если у нас уже есть гетатор, но так уж исторически сложилось, что они так называются. И вот гетатор от get-attribute отличается тем, что get-attribute вызывается всегда. То есть так же, как set-atter, он не пытается проверить, существует ли реальный атрибут, а вызывает сразу же, вне зависимости от того, как там все внутри у нас устроено. Но это сделано ровно для того, чтобы вы могли перехватывать чтение атрибута любого, а не только тех, которые созданы. И вот если get-attribute переопределить, то вот в этом примере как раз будет 2. Несмотря на то, что мы туда записали единичку, и атрибут будет существовать, его вызов мы все равно перехватим. Давайте сейчас посмотрим, что дальше. Ну, во-первых, поясню, что здесь тоже нужно для того, чтобы изменять атрибут и пользоваться конструкцией get-attribute предка, потому что если мы будем точкой пользоваться, она будет именно к этому оператору и обращаться, она будет бесконечной рекурсией. Ну и вот еще обращу внимание, что эта штука не перехватывает методы, которые через два нижних подчеркивания работают, но просто потому, что иначе get-attribute должна была бы саму себя отзывать. Ведь get-attribute — это тоже атрибут, просто функция. Такие функции никак нельзя перехватить. Вы никак не можете с резервированными методами перехватить их в результат. Никак не можете. Впрочем, не то, чтобы это когда-то бывает нужно. Ну и функция get-attribute — она просто более сложный, такой более мощный вариант get-attribute, который работает всегда. Ну вот давайте посмотрим пример. Запишем в конструкторе какой-нибудь себе атрибут, сделаем его равным единице. А если нас просят какой-то другой атрибут выдать, мы будем этот атрибут, выдавать атрибут x плюс 1. Если я здесь написал return self.x плюс 1, то у меня была бы бесконечная рекурсия, потому что self.x где-то атрибут не вызывает. Поэтому я вот такую сложную конструкцию написал. Ну и теперь какой бы атрибут я не спрашивал, в том числе существующий, всегда выдается 2 в отличие от вариантов get-attribute. Джей Петри, Иarzна, ребят, где-то не ожидал. Итого, не было бы, он был вам необходим. И опять же, что я не могу сказать, выявляю тебя. Давайте, если непонятно, что-то вопросы есть, пообсуждаем. Операторы не самые простые. Вот, кстати, еще один пример, зачем нужно от обжиг наследоваться. Если вы это не сделаете, то гетатрибут вам, вы использовать не сможете. Просто потому что у вашего класса не будет предка, у которого можно гетатрибут вызвать и им воспользоваться. Давайте на все это вместе посмотрим. У вас есть в итоге три оператора. Гетатр, гетатрибут, инсертатор. Первые и два вызываются на чтение, но в зависимости от того, но в разных ситуациях, когда сработал механизм или всегда, когда не сработал или всегда, а второй вызывается всегда. В большинстве случаев, конечно, достаточно гетатр и сетатр. Но иногда хочется сымитировать, что ваш класс вообще как-то себя непонятно ведет. В смысле, все атрибуты перехватывать и с каждым атрибутом какие-то вещи проделывать. Давайте еще раз контрольный вопрос. Как перехватить вызов? Если у вас есть какая-то функция, она реально в классе неопределена, но вы хотите, чтобы она на лету генерировалась и вызывалась. Как это сделать? Ну да, просто еще раз напоминаю, что методы тоже являются атрибутами. Так можно работать не только с обычными атрибутами, но и с методами. Впрочем, это все усложняет, потому что если вы захотите внутри гетатра или гетатрибут вызвать какой-то свой метод внутри своего класса, то есть вы хотите в разных ситуациях, например, какие-то победения делать, вы не можете их просто так вызвать, потому что вызовется тот же самый гетатр или гетатрибут. Нужно как-то аккуратно за ними следить. Вот в том же примере, допустим, у вас есть прямоугольник, у него есть высота, есть ширина и есть площадь. И вы хотите переопределить, делать так, чтобы когда вы используете атрибут площадь, у вас возвращалось произведение первых двух. Ну и, допустим, вы хотите, чтобы все как-то совсем было разбито на функцию и специально сделали отдельный метод для вычисления этой площади, который по первым двум атрибутам его вычисляет. И вот если вы это будете переопределять с помощью gt-атрибут, то и вызов метода будет перенаправлен к gt-атрибут по умолчанию. И внутри этого метода тоже работа с каждым из этих атрибутов тоже будет к gt-атрибут перенаправляться. Так что нужно аккуратно на них смотреть и использовать по возможности родительский gt-атрибут, а не точку. Так а если мы будем переопределять gt-атрибут и будем писать self-x тот же, тогда у нас атрибут x, то есть у нас здесь еще есть? Да, если gt-атрибут и у нас уже реально есть атрибут элемента, то все хорошо действительно, он будет использовать просто стандартные варианты. Я именно про gt-атрибут, который более сложный. Да, кстати, так еще можно потом опечататься и внутри классно случайно используются атрибуты, которых реально нет, потому что будет вызываться не стандартный механизм, а gt-атр. Так, давайте я вам вот к этим gt-атр, сетатор и всему остальному еще покажу некоторый набор функций полезных, и потом сделаем перерыв. Собственно, при работе с этими атрибутами хитрыми иногда бывает такая необходимость, доступ к ним получать по имени, который хранится в строке. Ну вот для этого есть специальные встроенные функции, которые это имя транслируют в запись соответственно с точкой. Есть функция get-атр без нижних подчеркиваний, такая встроенная внешняя функция. которая получает объект имя и, соответственно, напрямую транслируется просто в вызов оператора точку у этого объекта с данным именем. То же самое с set-атр. Ну еще вот такая дополнительная функция has-атр, которая проверяет, есть ли какой-то атрибут. Вот функция has-атр, она... Я почему не написал у нее никакого эквивалента, потому что эквивалента нет, она на самом деле вызывает функцию get-атр и смотрит, кинула на исключение или нет. То есть has-атр проверяет наличие не реального атрибута, а наличие атрибута с точки зрения интерфейса. Если вы переопределите функцию get-атр, и она будет на все атрибуты, что они будут возвращать, то функция has-атр тоже про все атрибуты будет говорить, что она присутствует. То есть еще раз, функция has-атр вызывает функцию get-атр, которая в свою очередь вызывает оператор точка, и если он переопределен, то с точки зрения функции has-атр будет казаться, что атрибут существует. Это не проверка реального атрибута, а проверка именно виртуальных. Так, ну что, перевод давайте сделаем. Хорошо, тогда дальше у нас есть несколько смежных тем вот с этими доступами, с доступом к атрибутам. Давайте их тоже зато разберем. Собственно, первое из них это модификатор доступа. Мы с вами видели, что в питоне есть защищенные атрибуты, которые вроде как защищенные, но на самом деле нет. Я сделал сначала такую табличку, терминология, просто что такое открытый атрибут, что такое защищенный, что такое закрытый. открытый, который доступен и снаружи, и изнутри, и из наследников. Ну, снаружи все доступно всегда. В смысле, изнутри класса всегда доступны все атрибуты. Защищенные атрибуты, которые доступны из наследников, из вне класса не доступны, но закрытые, которые доступны только внутри самого класса, наследники и внешние объекты с ними работать не могут. Эта технология такая общая В питоне нет атрибутов, нет механизмов, которые именно такие вещи обеспечивают То есть доступ всегда есть до всех атрибутов, даже закрытых и защищенных Поэтому формальные так называть нельзя Но для них есть специальные обозначения, которые позволяют, с одной стороны, их легко обнаруживать И таким образом все-таки некоторую защиту сделать То есть атрибуты, которые защищенные и закрытые, они все-таки будут выделяться Отделяться и отличаться от открытых Поэтому выделить их таким образом можно Конечно, всегда это можно будет сломать, если очень захочется Но рабочие бетона решили, что если хочется сломать, всегда можно сломать Поэтому лучше сделать, чтобы было удобно работать, чем чтобы была какая-то достаточно серьезная защита Но и действительно в некоторых программах, в некоторых ситуациях удобно, что можно внутрь класса залезть снаружи и что-то с ним сделать Например, если вам хочется где-то в программе какой-то информации внутри класса вывести Или поменять или что-то еще для отладки, например Или с помощью каких-нибудь средств разработки То такие механизмы позволяют это совершенно без проблем делать Что удобно Ну, защищенные атрибуты, как я уже говорил, мы распоряли Давайте еще раз на них посмотрим Если перед атрибутом поставить перефикс нижнее подчеркивание То атрибут станет защищенным Фактически для интерпретатора ничего не поменяется Кроме того, что для интерпретатора вообще ничего не поменяется Просто ваши все редакторы, всякие средства для проверки кода Они начнут реагировать на использование этого атрибута снаружи Он стал как-то защищенным И все средства проверки будут вас предупреждать, если вы его используете Ну и, как я уже говорил, значит, изнутри и снаружи доступ к нему не меняется Так же с нижним подчеркиванием вы его используете Просто с помощью этого нижнего подчеркивания Очень легко обращать внимание, когда вы используете что-то не то Если нижнее подчеркивание идет после self, значит все нормально Если нижнее подчеркивание идет после чего-то другого Значит, возможно, вы что-то делаете не так Но это не факт, что правда Поэтому и жестко это условие не контролируется Ну и всякие чекеры, в том числе 5.8.py На такие вещи умеют реагировать Есть еще закрытые атрибуты, которые двумя подчеркиваниями обозначаются Причем обязательно должно быть два подчеркивания только в начале Если еще в конце два подчеркивания, то это уже зарезервированные атрибуты Как мы с вами знаем, мы их не хотим трогать Вот, и такие атрибуты вот таким вот образом обозначаются Можно точно так же закрытые методы делать Единственная проблема, что точно так же, как с защищенными, мы теперь сделать не можем То есть с защищенными атрибутами нам нужно было бы контролировать всего лишь, что они снаружи недоступны Но снаружи не очень-то предполагается, чтобы снаружи кто-то какие-то новые атрибуты создавал Поэтому разработчики Python решили создавать какие-то механизмы для того, чтобы там атрибуты не пересекались А вот с закрытыми возникает такая проблема, что вот если у нас есть какой-то наследник от нашего класса кто-нибудь наследуется Он тоже захочет сделать закрытый атрибут с точно таким же именем Как эту проблему разрешать? Не перезаписывать же его, ведь класс предок атрибут закрыл, значит он его хочет как-то использовать Ну, значит, наверное его терять нельзя с одной стороны, с другой стороны, как к нему тогда получать доступ, если у них одинаковые имена Ну вот, еще раз, для защищенных атрибутов в принципе такая же логика присутствует Просто такими механизмами обычно никто не пользуется, поэтому для них ничего особенного, никаких проблем не возникло А вот для закрытых, так как часто вам нужно внутри наследника создавать новые атрибуты, новые методы И эти новые методы тоже могут быть закрытыми, есть шанс, что они пересекутся по названию Поэтому нужно как-то эту проблему разрешить Ну и проблема разрешена вот точно так же, как она разрешалась и раньше Мы ничего не запрещаем, ничего не закрываем, делаем так, чтобы все равно у нас все было доступно Просто имя меняется у атрибута И вот если мы создадим закрытый метод, внутри самого класса он будет доступен ровно по тому же имени Два нижних подчеркивания и имя атрибута А вот во всех остальных местах оно будет доступно по такому странному имени, где сначала идет одно нижнее подчеркивание Потом имя класса, а потом еще два нижних подчеркивания То есть после создания интерпретатор еще изменяет его имя при доступе снаружи А вот зачем там именно имя класса, почему там нельзя было написать что-нибудь такое Что-нибудь в духе нижнее подчеркивание, private, два нижних подчеркивания и потом название Нижнее подчеркивание, какой-нибудь специальный символ, два нижних подчеркивания и название Почему именно класса там стоит? Что-нибудь в духе нижнее подчеркивание, какой-нибудь специальный символ, два нижних подчеркивания, какой-нибудь специальный символ Мы пытаемся угадать, почему разработчики выбрали именно такую нозацию Почему сначала идет Почему там вот между одним нижним подчеркиванием и двумя нижним подчеркиванием Вот здесь вот стоит имя класса Почему туда не написали, например, просто какой-нибудь специальный символ, который будет обозначать, что атрибут закрытый Да, показать, что он привязан именно к этому классу Действительно, если очень сложная цепочка наследований, у нас может быть класс А, у которого определен некоторый закрытый атрибут Класс Б, у которого определен точно такой же закрытый атрибут Класс С, у которого точно такой же закрытый атрибут И в классе С, по сути, все эти три атрибута должны присутствовать То есть к ним как-то должна быть возможность получить доступ Но если бы у них был знаковый префикс, они бы опять же не различались Поэтому вначале ставится префикс с названием класса, чтобы показать, к какому именно классу этот атрибут относится. В этом случае у нас уже все однозначно, потому что именно внутри этого класса мы его и определяем. Вот еще раз такой обзор закрытых атрибутов. Изнутри он доступен точно так же, как раньше. Я специально сделал другой пример, чтобы показать, что это тоже точно такой же полноправный закрытый атрибут. Изнутри он доступен точно так же, как раньше, через два нижних подчеркивания, точно так же, как он создается снаружи. Нужно сначала написать нижнее подчеркивание, имя класса, два нижних подчеркивания, имя атрибута. Понятно, что эту конструкцию легко заметить в коде. Если вы не собирались это использовать, то сразу обнаружите, что что-то здесь не так делается. Ну и редакторы чекеры тоже это умеют обнаруживать. Ну и понятно, что такая аннотация сразу нам накладывает дополнительные ограничения на название защищенных методов. Вообще-то защищенные методы начинаются с одного нижнего подчеркивания, поэтому нужно тоже следить, чтобы оно случайно не называлось. Как нижнее подчеркивание, имя класса, потом еще два нижних подчеркивания и что-то еще. Но опять же, это не слишком тяжело контролировать. Можно просто два нижних подчеркивания внутри нигде не употреблять. Ни один, в принципе, стиль называния переменных нижних подчеркиваний внутри себя не содержит. Давайте такой обзор всех этих обозначений для доступа к атрибутам. Обычные имена соответствуют открытым атрибутам, которые доступны отовсюду, и отовсюду все нормально работает. Поставить одно нижнее подчеркивание, получим защищенный атрибут, который, в принципе, от открытого ничем не отличается, кроме того, что на него чекеры реагируют, и в глаза он бросается. Если поставить два нижних подчеркивания, получим закрытый атрибут, который изнутри и снаружи будет доступен под разными именами. И при наследовании, соответственно, это полезно, потому что мы не теряем вторые атрибуты, даже если создаем новые. Ну и дополнительно есть еще такая запись, два нижних подчеркивания в начале и в конце, которые соответствуют зарезервированным атрибутам, которые каким-то операторам класса соответствуют или чему-то еще. Так, давайте так вот, зачем вообще нужны закрытые защищенные атрибуты, почему только открытых недостаточно? Изменениями, я бы сказал, следить за интерфейсом. То есть закрытые защищенные атрибуты, они отличаются от открытых тем, что человек, который работает с вашим классом, про них знает, что ему их нельзя трогать. То есть есть открытые атрибуты, которые предоставляют интерфейс, с которыми можно работать, и все остальное, как бы, это то, с чем работать нельзя. Какие-то части класса являются тем, что им можно использовать снаружи, а какие-то являются деталями реализации. Ну, понятно, что иногда нельзя обойтись только атрибутами открытыми, иногда вам нужно какую-нибудь дополнительную информацию, вранить дополнительные методы, добавлять в ваш класс, которые вы не предполагаете, что кто-то снаружи будет вызывать, и вы для них, например, даже документацию там не пишете, не гарантируете, чтобы они свои аргументы проверяли, ну, потому что вы точно знаете, что только вы их будете вызывать внутри класса. Но если вы их все сделаете открытыми, то как пользователю отличить, какие из них можно использовать, какие нельзя? Он может случайно их использовать. Ну, вот, специальные аннотации для этого есть. Ну и, соответственно, так как часто бывает необходимость еще и от наследников ваши атрибуты отгораживать, для наследования тоже сделаны дополнительные закрытые атрибуты. Ну, вот, собственно, следующий небольшой раздел. Мы с вами научились с атрибутами работать просто всеми возможными способами, и оператор точкой переопределять, и модификаторы доступа там, с вами мы про них поговорили. Возникает сразу вопрос, как же класс теперь писать? Вот все это нужно использовать или не все, или как вообще все это использовать? Давайте небольшой отзор проведем, заодно покажу одну удобную конструкцию. Ну, вот самый простой способ, когда вы работаете с атрибутами, пишите какой-то класс, самый простой способ, можно вообще не заморачиваться ни оператором точкой, ни какими модификаторами. Все атрибуты просто делаются открытыми, ну, и, соответственно, вы не идете, например, эти атрибуты создавать. И, с одной стороны, такой подход очень сильно все упрощает. Если кому-то нужно прочитать атрибут, он его просто прочитает. Если кому-то нужно будет изменить, он его просто изменит. Но, с другой стороны, понятно, что возникают сразу разные проблемы. Если какой-то атрибут не хочется, чтобы он снаружи… Не хочется, чтобы снаружи он изменялся, возникают проблемы. И пользователь никак не поймет, можно его изменять или нет. Ну, в общем, такие проблемы возникают. Но, с другой стороны, такой класс обычно все легко и быстро можно написать. Просто вы нить все атрибуты определяете Какие-то методы над ними Ну и все, и теперь класс работает Ну и как я уже говорил В принципе подход не такой плохой Если класс вам нужно быстро написать И быстро начать использовать И вы ни малейшего понятия не имеете Как вообще дальше он будет развиваться Почему бы так и не сделать Всегда помните, что если его интерфейс Как-то жестко зафиксируется И кто-то его начнет использовать Можно оператор . использует для того Чтобы этот интерфейс сохранять При этом очень сильно менять поведение Ну и есть более сложный вариант Закрывать, например, атрибуты И для них делать Соответственно Функции чтения Или, например, функции записи Ну я здесь сразу сделал незащищенный Даже закрытый атрибут Когда я пишу класс Когда пишете класс Обычно не очень понятно Нужно ли, чтобы наследники Имели доступ к данному атрибуту Поэтому по умолчанию считается Что если не знаете, какой делать защищенный Или закрытый Делайте закрытый Ну и вот закрываем все атрибуты Пользователи не могут пользоваться Наследники не могут пользоваться Это нам гарантирует то, что никаких проблем не возникнет Но зато возникает много мороки С тем, что нужно дополнительные функции писать Что вот такая вот неудобная запись С круглыми скобками и так далее Ну как мы с вами знаем Это можно обойти с помощью Переопределения оператора точки Которая как раз сегодня обсуждалась Делаем ровно то же самое Создаем оператор В меню подчеркивания Назначаем его Ну и соответственно Так вот все определяем То есть ровно то же самое Но мы добились того, чтобы не нужно было круглые скобки писать При работе с атрибутом Ну кстати, круглые скобки здесь еще неудобны тем Что мы его изменять не сможем снаружи Нам придется написать две разные функции Для изменения и для чтения А вот если мы точку переопределяем То как бы выглядит оно одинаково Просто слева или справа, однако, равно Ну понятно, что для каждого атрибута Писать вот такую громенную конструкцию Не самое большое удовольствие К тому же все вещи нужно писать Будет в одной и той же функции То есть гетатор и сетатор общие для всего класса И вот здесь вот может возникнуть Очень много разных ифов неприятных и так далее И вот здесь вот Как бы мы добились того, что наш атрибут ведет себя ровно так, как нужно Все информацию мы спрятали Снаружи он выглядит как будто обычный атрибут Но мы полностью контролируем, что мы делаем Но неудобно это писать Вот, кстати, по поводу того, что сетатор довольно хитрая функция Вот здесь вот некоторые вещи происходят далеко не так реально, как кажется А именно Это два нижних подчеркивания voltage Вот здесь вот И вот здесь вот Вызывает тот же самый сетатор, который их назначает с помощью вот этого вызова супер Я вот когда это писал, это не заметил Заметил только что И возможно это не совсем ожидаемое поведение То есть вы же хотите его переопределять И в том числе для закрытых атрибутов тоже, чтобы как-то с ними разумно работать Ну это я так просто обращаю ваше внимание, чтобы вы такие вещи за ними следили Вот, ну собственно как тогда нам с атрибутами работать Мы хотим написать класс, у которого гибкий интерфейс, у которого все внутрь спрятано Но при этом вот это с этой точкой морочиться не хотим Разработчики питона сделали замечательный декоратор, который позволяет быстро такие вещи писать Декоратор называется property Ну и вот так вот выглядит, например, его использование Если я пока его использую не как декоратор, а просто как функцию Давайте сначала на это посмотрим Создаем атрибут, создаем для него функции чтения, создаем функции записи Ну их так или иначе, если вы хотите как-то их перехватывать, придется создать Поэтому ничего лишнего мы здесь не написали Но вот для того, чтобы избавиться от скобок и от сложного интерфейса Мы используем property, передаем ему на вход функцию чтения функции записи Ну и соответственно, а ну тут еще написано, что можно передать функцию удаления функции И какую-то еще документацию даже к атрибуту В общем, мы передаем на вход И у нас у нашего объекта возникает атрибут без нижней подчеркивания voltage У которого есть запись, есть чтение Но фактически атрибутом реальным он не является То есть эта функция property Она переопределила getAter и переопределила setAter таким образом, чтобы Чтобы они при обращении к атрибуту voltage какие-то правильные вещи делали Обратите внимание, что можно делать даже документацию к атрибуту Но конечно, ее так просто получить не получится Потому что атрибут же какое-то значение возвращать должен Ну, например, если вы будете автоматически генерировать документацию к классу Внутри документации к классу, документация к методу попадет Такая интересная особенность битоновская После этого переопределения у нас будет открытый атрибут voltage Сейчас поясню Вот у нас будет такой открытый атрибут voltage, у которого будет и чтение, и запись Но которые мы сразу перехватили Зачем это нужно? То есть мы сейчас осматриваем такую ситуацию Когда мы сначала обсудили, что можно писать классы вот так вот совсем простым образом Просто открытые атрибуты создавать Мы выяснили, что есть такие проблемы, что мы не можем никак отловить ситуацию, когда пользователь случайно его изменяет Но при этом мы хотим сделать так, чтобы пользователь имел какой-то доступ к этому атрибуту Единственный способ это сделать, написать какой-то код, который будет обрабатывать операцию изменения Это можно сделать, например, с помощью функции, что не очень удобно, потому что, во-первых, изменять не получится С помощью одного и того же имени И функции нужно круглые скобки ставить Можно сделать с помощью перепределения оператора точка Это вполне валидный способ Но много писать текста нужно Ну а можно воспользоваться встроенным декоратором property, который сделает ровно то же самое, только в упрощенном виде То есть цель создания вот этого открытого атрибута в том, чтобы пользователь мог снаружи с ним работать Но при этом мы могли это перехватывать и какие-то дополнительные действия делать Вернуть какое-то не то значение, которое у нас лежит, если нам это нужно При записи какие-нибудь другие атрибуты тоже поменять Ну, например, мы можем так создать атрибут для ширины, для высоты И если кто-нибудь меняет, соответственно, ширину или высоту, их просто изменять А вот если кто-то спрашивает, чему равна площадь, ее вычислять на ходу Ну, опять же, про то же самое, про то, что мы говорили для этого Только как это писать попроще, если вам не хочется сильно заморачиваться Вот про это вся история Ну, и есть вот такая еще альтернативная запись С помощью как раз декоратора Можно для какой-то функции ее декорировать с помощью property И эта штука создаст атрибут, у которого имя совпадает с именем функции Саму функцию удалит из класса Поведение для чтения возьмет из тела функции И документацию возьмет из документации функции Ну, а потом еще можно к ней приклеивать дополнительно, например, функцию записи Опять же, то, что вы приклеили в самом объекте будет отсутствовать То есть у этих методов voltage я их одинаково назвал И это не проблема, потому что они оба будут удалены после применения декоратора Ну, это такой хитрый декоратор, который самостоятельно написать, наверное, не получится Вот так он встроен, и можно пользоваться То есть он эти методы удаляет, и вместо них делает атрибут Который ведет себя как раз так, как вы напишете Ну, и тоже обращу ваше внимание, что надо от object-унаследоваться, чтобы это все работало Ну, потому что вот это вот изменение того, как ведет себя класс работает только Если вы от object-унаследовались и заранее какие-то там вещи работались Так, ну что, вопросы есть? Может быть, непонятно все-таки, для чего у нас только в разных механизмах Нужно еще что-то сказать, когда какой предполагается использовать Или разобрались в этом Ну, хорошо, тогда что? Значит, что произойдет, если написать у атрибута у объекта класса parr Это вызвать функцию voltage, туда передать cell Ответ, ничего не произойдет, потому что декоратор property эти методы Точнее, не то, что не произойдет, просто не будет такого У нас нет метода voltage Декоратор property его удаляет То есть этот метод voltage, он обозначает, что нужно создать атрибут voltage А метода такого не будет, хотя мы его определили Просто property его из класса вырежут Да, если мы хотим быстро сделать атрибут, который не просто значение хранит, а какое-то поведение делает Мы создаем функцию с таким именем и декорируем его в property, чтобы оно стало по сути атрибутом Но вот эта вот конструкция соответствует созданию А вот эта, если мы к этому уже существующему атрибуту хотим дополнительно приклеить поведение при изменении Ну, тогда все, лекция закончена Сейчас я вам выложу с именером, можно будет решать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!